Будущие супруги познакомились в посёлке Целинный Алтайского края. Он после техникума приехал устраиваться на работу, она только перешла в девятый класс. Владимир сразу решил, буду ждать. Но ждать пришлось Нине. В летом познакомились. Она ещё школьница была. В восьмом классе. А осень забрали в армию. Я его три года ждала. Стали переписываться. В ноябре 68-го года он пришёл. Мы поехали к его родителям в Горный Алтай. Мама тоже его не против была. Мы с ней познакомились и уехали. Опять в Алтайском крае у моей мамы жили. Через год поженились, а дальше только работа, работа и работа. В деревне её всегда много. Но супруги принимали всё как должное. Растили детей, помогали родителям. В отпуск уходили только зимой. И то никуда не выезжали. Всё изменилось с переездом в Нягонь. Смеются, что пока жили на Алтае, ни разу не были в Белокурихе. А переехали в Югру и побывали несколько раз на знаменитом курорте родины. Здесь я в то время как-то немножко рыбалкой улёгся. Вот в 18 работали. Летом, зимой. Да, допустим, зимой поедем, не поедем, мы на выходные заказывали бахтовку. Вот собираемся на бахтовку и по местным речкам. Бывало, что далеко уезжали. К тому времени старшие дочери уже учились в техникумах. С собой Рубцовы привезли только сына Алексея, на которого жизнь в нефтегазодобывающем регионе очень повлияла. И он выбрал профессию нефтяника. Нягонь всем помогла раскрыться. Сколько себя помнят, всё куда-то бежали и кому-то помогали. И сегодня они выглядят молодо и спортивно, несмотря на возрастные проблемы со здоровьем. Но благо дети не скучать, не болеть не дают. Сейчас что в Москву наведуемся? Сынок нас там платным врачам. В прошлом году не могли и на ноги наступить, ни он, ни я. Тяжело было прям. Он нас свозил к флепологу. Вот уколчики нам поделали. Всё, слава богу, сейчас своими ногами ходим. Помогает нам здорово. Ну и здорово. В своё время мы им помогали. И с внуками всё. А сейчас нам помогают. И внуки нам помогают. Золотые у нас и дети, и внуки. Семейное древо Рубцовых ветвистое. Трое детей, шесть внуков, два правнука. Все живут в любви и согласии. Есть в кого. Правда, никакого особого секрета семейного счастья у Рубцовых нет. Сложностей я не помню. Может быть, они и были. Но как-то со временем они забылись. Если что-то там кто-то запсиховал, лучше отоди в сторону немножко. Никогда я не уходила. Вот от него обычно же это, раз скандали, это уходят к маме. Я никогда не уходила. Вот. Немножко по скандалям и тут же и помирились. Сегодня Нина и Владимир учатся жить для себя и много путешествуют. В этом январе новоявленные молодожёны получили от детей несколько путёвок и отправятся в турне до самого лета. Медовый месяц обещает быть наполненным заботой и нежностью, которую Рубцовы смогли пронести через года. Медовый месяц обещает быть наполненным заботой и нежностью, которые Рубцовы смогли пронести через год.